Программа «Особое мнение». Здесь в студии ведущая Ксения Ларина и Николай Суанидзе, как обычно, отвечают на мои и на ваши вопросы в это время. Здравствуйте, Николай Карл. Здравствуйте, Ксения. Ну вот, пока мы здесь с тобой сидим и разговариваем, в это время в Петербурге проходит культурный форум. И там, в рамках этого культурного форума, сегодня президент Путин встречается с Советом по культуре президентским и с Советом, по-моему, по русскому языку. И там возникла уже коллизия. Можно кое-что обсудить нам с тобой. Евгений Миронов, художественник-рекритель театра «Наций», заявил, что в последнее время в театральной среде появились опасения по поводу ограничения свободы творчества, которые связаны с противоправными действиями чиновниками, которые запрещали к показу спектакля. Ну, мы понимаем, о чем он говорит. Отвечая на это или принимая эту тему, Путин сказал, что во избежание всяких неприятностей и для творцов, и для зрителей, это я вольно трактую то, что он сказал, а дальше почти цитирую, необходимо выработать четкие критерии оценки произведений искусства. Как ты думаешь, что имеется в виду? Это цитата? Да. Четкие критерии. А с какой точки зрения президент не предложил характер этих критериев? Ну, потому что есть, как он считает, есть все-таки некая разница между ипотажем сознательным и опасным, который, может быть, опасен, да, и свободой творчества. Ну, естественно, в качестве совсем уже радикального примера он привел историю Шарли Бдо, что типа вот, видите, как бывает, люди типа спровоцировали, их расстреляли, не дай бог до этого дойти. Поэтому необходимо выработать четкие критерии в творческой среде. Ну, смотря что имеется в виду, потому что это может быть истолковано как попытка ввести цензуру. На самом-то деле. Потому что что значит критерий? Цензуру можно точно так же определить. Давайте, господа хорошие, какие-нибудь критерии определим того, что такое хорошо и что такое плохо, что избыточно эпатирует читателя, зрителя. Это могло... Это и в первой половине 19 века точно так же уже были зрители, потому что были театральные постановки уж к тому времени, не одну тысячу лет театр существовал. И люди, и газеты, и книги читали. Вот. А что может восприниматься как патриотическая подача, скажем, исторического материала, да? А что как не патриотическая, не государственная, вредная для наших граждан? Это и есть цензура. Цензура слова плохое. Вот. А она может быть подана и в красивой обёртке. Как известно, разница между хомячком и крыса известна. Это, так сказать, хороший пиар. Пиар у одного и плохой у другого. Вот если говорить о каких-то правильных критериях, то это хороший пиар. А если цензура, то это плохой пиар. А суть-то одна и та же. Поэтому я в данном случае не совсем просто понимаю, что именно имеет в виду президент. Ну, он в качестве примера привёл как раз то, в чём он хорошо разбирается. Это дзюдо. Я всю жизнь, говорит, он занимается борьбой дзюдо. Там есть высшая оценка. Япон. Сейчас скажу. Выработаны критерии определённые, говорит он. И они соблюдаются в профессиональном сообществе. Не дай бог, кем-нибудь на больших соревнованиях нарушить. Судью просто снимут и никогда больше не пустят, чтобы он занимался судейством в будущем. Вот эти критерии нужно выработать и в творческой среде. Ну, разница-то в том, между дзюдо и, скажем, театром и литературой, да, что там судьи-то как раз нет. Что там как раз вот введение судьи, это и будет введение цензуры. Потому что спорт и литература, и театр, это всё-таки несколько разные виды человеческой деятельности. Может быть, равноуважаемые, но очень разные по сути. И потом спорт – это соревнования. А здесь соревновательный элемент отсутствует. Поэтому отсутствует и судейство, естественно, которого в соревновании не избежать. Поэтому здесь я не совсем понимаю, опять-таки, что президент Путин имеет в виду. Я понимаю, что он вот по мотивам его нескольких фраз, не случайно брошенных в его послании вчерашнее, когда он, с одной стороны, сказал про интеллигентов, которые, если они, в общем, такие умные, так надо бы, в общем, так как-то и разумно подходить к своей деятельности. Как там он сформулировал, я не помню. А с другой стороны, мы не допустим вандализма, сказал он. Вот и нашим, и вашим, да, президент занимает примирительную позицию. Он хочет выступить как раз верховным арбитром, судьёй, как в дзюдо. Вот не случайно. Он хочет, чтобы в обществе, как на спортивных соревнованиях, был высший судья. Этот судья, чтобы был он. И он бы таким образом имел возможность судить. Вот это правильно, это неправильно. Это избыточно, а это в самый раз. Но это и будет как раз цензура. Ты абсолютно прав, потому что я протестирую ещё одну фразу из этого пассажа по поводу критериев. Что если будут критерии выработаны, вами же, говорит он, вы и займитесь, обращается он деятелем культуры, да? И тогда мне было бы легче останавливать чиновников, которые переходят границы. Вот, конечно. Если что, если что, обращайтесь. Если что, и чиновники обращайтесь, и вы, мастера культуры, обращайтесь. А я уж рассужу. Вот примерно такая позиция. Ну, давай, раз уж мы заговорили уже о послании, наверное, нужно нам уже к нему перейти. Тем более, что там тоже было несколько таких сигналов подано. Ну, вот ты вспомнил про интеллигенцию, но он там ещё и говорил про прошлое, что надо, смысл в том, что надо искать в прошлом то, что нас соединяет, а не разъединяет, да? И то, что мы не собираемся в прошлое возвращаться, он несколько раз это повторил. Это сигнал чего? Или кому? Это сигнал никому, я считаю. Это сигнал, в принципе, я думаю, что президент в какой-то мере опробирует свою такую содержательную идеологическую платформу, с которой он выступит уже в ходе своей предвыборной избирательной кампании президентской, мне кажется. Вот, и эта платформа будет такая вот как раз примирительная. Отец нации, давайте жить дружно, давайте забудем прошлое, давайте протянем друг другу руки. Ну, там воевали в гражданскую войну, белые и красные, всё давно забыто. Нам равно цены и равны дорогие те и другие. Все наши предки, все наши деды-прадеды. Кстати, с гражданской войной это сделать можно, и это не так сложно даже, пойти по пути, который проложен, скажем, испанским диктатором Франко, который поставил один крест всем участникам гражданской войны в Испании, общий крест. Все они испанцы, и всё, и теперь забыли вражду. Но это сложно сделать применительно к событиям более поздним. Тем более, что сейчас и сами некоторые государственные чиновники, они продолжают, в общем, расковыривать болячки, связанные, скажем, с террором 30-40-х годов. Ну как, конечно, надо расковыривать эти болячки. Может быть, ты имеешь в виду что-то другое? Нет, я имею в виду, там, скажем, какие-то вещи, когда там в двух шагах от Кремля, там, на полу, на полу вместе с именами... Хотел отдельно поговорить про это? Ну, да. Понятно, что поговоришь отдельно, раз уж я начал, я скажу. Когда идёт ряд, там, Гитлер, Геббельс, Гозман, ну, а за организацией, которая этим занимается, так или иначе, стоят два человека в статусе федеральных министров. Ты имеешь в виду военно-историческое общество? В котором двумя непоследними людьми являются министр культуры Мединский и вице-премьер Рогозий. Тут важно их тогда сказать, что эта выставка, которая сейчас проходит в Манеже, в главном, да, в центральном Манеже, называется она «Война и мифы». И, действительно, она инициирована и, как бы, собрана с помощью военно-исторического общества. И там, действительно, на полу вот эти стрелки. На которые можно наступать на грани. Гитлер, Гозман, Верховная Рада. Но, помимо этого, там ещё есть цитаты из других источников. Ну, давай мы сейчас сделаем перерыв и вернёмся к этому, потому что это очень важный сюжет, надо его проговорить. Возвращаемся в программу «Особое мнение». Здесь в студии ведущая Ксения Ларина и Николай Сванидзе. И вот мы вместе с вами заходим в Маниш. И, может быть, даже специально и зайдём с Колей. Посмотрим эту выставку «Война и мифы», которую торжественно открыл министр культуры и председатель военно-исторического общества господин Мединский. Там, действительно, повторю то, что мы уже говорили на полу. Есть цитаты, как они называют, «вролей». Мы будем топтать цитаты всяких «вролей» про историю. Да, вот «вролей» или «вролей», как правильно? Вролей. Вролей, да? И там, в том числе, есть цитаты из Марка Солонина, из Андрея Зубова, из статьи «Новой газеты». Виктора Матизона, неожиданно, который тоже высказался, кинокритик, да? Я, когда я смотрела эти фотографии оттуда, подумала, что наверняка среди этих людей, которых надо топтать, мог бы и ты оказаться в качестве одного из авторов. Мог бы, конечно. Вот это что такое? Это же уже не какие-нибудь там общественные движения, да, активисты гражданские. Это практически государственное мероприятие. Ну, это, в общем, такие погромные проявления, конечно. Это в этом есть призыв? Фактически, да. Фактически, да. Потому что человек, который неподготовленный, или соответствующим образом, наоборот, подготовленный, который туда приходит, он получает заряд агрессии, причём заряд уже направленный на определённых людей, на определённые организации. Вот он приходит, он видит, что патриотично ненавидеть вот тех или иных граждан. И он будет ненавидеть. Это дальше зависит уже от его степени его дикости, от его темперамента и так далее. Это уже, ну, в общем, здесь есть, конечно, элемент натравливания, разумеется. Но там не только элемент натравливания, вот то, что там Верховная Рада, там тоже цитата из Верховной Рады, где эта стрелочка, и там это обозначение врагов. Это можно так квалифицировать, если это идёт через запятую с нацистскими лидерами? Это тоже очень плохо. Вот. Это тоже очень плохо. Но вопрос с Радой решается на государственном уровне, да? Воевать, не воевать, там потом отношения, там, Бог даст, устаканятся, и всё. А здесь-то речь идёт о гражданах нашей страны, которые достижимы. Ну, можно писать там Обама, там, и дальше там слово из трёх букв на машине. Ну, ты пойди дотянись до этого Обаме. Обаме это пофигу. Абсолютно. Он об этом и не узнает. А узнает, посмеётся. А вот людям, которые живут рядом с нами, которые не имеют такой охраны, как Обама, и для того, чтобы до них дотянуться, не нужно ехать через океан или плыть, или лететь, для них просто создаётся физическая опасность. Но так же было в своё время с Борисом Немцовым, когда подтравливали, подтравливали, и потом... Всё, шуток начиналось. Да. С торцев всяких, да? Да, и потом мы знаем, чем это кончилось. Ну, вот, возвращаясь опять, у нас сегодня получается такая тема, всё-таки больше об искусстве мы говорим, хотя опять в политическом контексте. То, что говорил Путин сейчас на Совете, когда он себя определил в суде, как ты правильно сказал, и потребовал чётких критериев, мы сейчас с тобой в перерыве говорили, что всё это напоминает уже недавнюю историю с Хрущёвым. Ну, давнюю. Который тоже очень хотел быть главным судьёй. Да, который очень хотел быть главным судьёй. Он был далеко не худшим, в общем, человеком, особенно в сравнении с своим предшественником. И вроде бы как зла так отдельно никому не желал специально, но тем не менее, когда его соответствующим образом настроили, использовали его просто как машину для уничтожения, в данном случае конкретных людей, конкретной выставки, ориентировали, он был человек достаточно дикий, в искусстве, в общем, разбирался не сильно, его идеологически сориентировали, подготовили, и использовали как таран. Вот. И в результате это был просто такой, такая варварская акция абсолютно, которая именно так и вошла в историю. Слава Богу, что времена уже были не столь кровавые, как при Сталине, и это не кончилось физической трагедией для людей, которые организовывали эту выставку в Манеже и в ней участвовали. Но, конечно, это... Ну, по сути, такая гражданская казнь всё-таки... Это стрессом, стрессом для них явилось, конечно. Не только стрессом, люди выставляться не могли, и вообще, по сути, сколько людей после этого уехало. Ну, и вообще стадоба. Да, да. Но, кстати, тогда всё-таки там тоже есть разница. Хрущёв всё-таки говорил, мы не позволим. И он ещё всё время как-то опирался на мнение народа. Вот народ... Мы народ не позволим, да? А здесь всё-таки нет. Тут он говорит «я». Ну, это... Мне будет легче справляться. Это разница между стилями правления и между вообще структурой власти. Тогда и сейчас. Да не забудь, что тогда всё-таки действовало политбюро, и это было так или иначе коллективное руководство во главе с первым лицом, первым среди равных. После Сталина генеральный секретарь был первым среди равных. Сталин был единоличный диктатор. При нём все вот эти вот структуры, типа там секретаря ЦК, политбюро, они были формальными. А после него уже неформальными. И это было коллективное руководство. Так было и при Брежнево. Сейчас у нас, конечно, единоличное правление, несомненно. Поэтому я думаю, что и лексика другая. А зачем они вообще ему нужны, деятели искусства и культуры? Ну как? Зачем лидеру нации, да, они нужны? Что они определяют? Ну, во-первых, не так уж сильно нужны, как выясняется. Потому что сказать, что он с ними так как-то специально заигрывает, я не могу. Есть несколько людей ему достаточно близких исторически, с которыми у него хорошие отношения. Но их очень немного. Просто, по-моему, по пальцам одной руки можно перечислить. А со всеми остальными, в общем, он к ним большого интереса не испытывает. Что к деятелям искусства, к деятелям культуры, что к деятелям науки. Советская власть всегда заигрывала с наукой. И мы помним, что руководители российской науки, руководители Академии наук, они были такие неприкасаемые олимпийцы, неприкасаемые в классическом, я бы сказал, неприкосновенные, вот правильно скажу, неприкосновенные олимпийцы. Неприкасаемые это слово с негативным смыслом, неприкосновенные, которых нельзя было, с ними ничего вообще нельзя было сделать. Вот боги. Можем себе представить, чтобы Брежнев, там, скажем, резко, публично разговаривал с академиком Александровым, предположим. Ну, как сейчас Владимир Путин это делал. Или с академиком Келдышем. Нет. Ну, что мы сейчас с тобой видели. Вот. Я тебе просто отчитывал. Я именно это говорю. А сейчас, пусть с очень справедливых, в общем, в значительной степени позиций, говоря вещи, с которыми во многом сложно не согласиться, но он отчитывал президента Академии наук как завод школьника, двоечника. Вот. Конечно, этого нельзя было себе представить. И это в значительной степени сигнал всем, что статус Академии наук и, соответственно, статус науки у нас невысок. А он у нас и без того-то оставляет желать. И вот если там, скажем, молодые люди думают делать жизнь с кого, да, то вот как мальчик, с которым он разговаривал, тот же президент Путин, этот гениальный вундеркинд, этот географ. С которым он пошутил. С которым он пошутил про границы. Да, да, да. И потом мальчику задали вопрос, а кем ты, мальчик, собираешься стать? Он сказал, агентом ФСБ. Я это не видела, да? Да, значит, писали. Я этого не видел, я это читал. Да ладно, может, это была шутка. Нет, читал в московском Капсомольце, пожалуйста. Я помню даже где. Вот. То есть агентом ФСБ, то есть мальчика, видимо, родители готовят к высокой карьере, на самом деле. Он правильно отвечает на вопросы. Но он же не ответил, что он хочет стать академиком. И никто сейчас этого не скажет. Потому что вон как академик гоняют, по стенке размазывают. Кому охота? Никому не охота. Агентом ФСБ это другое дело. Потому что мы знаем, чем может закончиться карьера агента ФСБ. А вот чем может закончиться карьера академика, в общем, ничем хорошим, как выясняется. Вот то же самое относится и к деятелям культуры и искусства абсолютно. Ну что ж, мы делаем перерыв. Вернемся через несколько минут в студию программы «Особое мнение». Возвращаемся в программу «Особое мнение». Здесь Ксения Ларина, ведущая, Николай Сванидзе. Мы слушаем параллельно новости, которые поступают с феерического совета президентского по культуре. И только что услышали, что Шахназаров, директор Мосфильма, известнейший кинорежиссер, предложил ограничить изучение литературы в школе шестью классиками. В смысле, не классиками, по которым прыгают, а классиками русской литературы. Ну дойдем и до классиков, по которым прыгают скоро, я думаю. То есть там Пушкин, Достоевский, Толстой, Гоголь, ну как бы, что там еще? Чехов, Чехов, я не помню. Скажи мне, пожалуйста, это что такое? Ну это помнишь, 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 живем до понедельника, когда главный, главный персонаж Мельников, которого играет Тихонов, он читает отрывок из Боротынского и просит эту даму зауча, которой он нравится, сказать, чьи это стихи, и она не может. Он называет фамилию Боротынский, она говорит, ну я не обязан знать всех второстепенных авторов. Он говорит, а вы не слышали, его перевели в первостепенные. Вот это абсолютно тот самый случай. Ну то есть у нас Тургенев уже второстепенный, скажем, да? Бунин наверняка, Бунин вообще где-то вообще непонятно. Тютчев второстепенный. Вот теперь у нас будут на политическом уровне причислять к классикам и ко всем остальным. Ну... Ну чтобы не загружать молодые головы, они должны быть свободны. Вероятно. От лишней информации. Вероятно. Да? Вероятно. Я пошла к вопросам наших слушателей. Николай Карлович, как вам кажется, избрание Трампа, грядущие выборы во Франции, потом в Германии и бррр, они как-то повлияют на политику Кремля? И в каком плане, ужесточение или примирение? Ну как так прям в лоб-то? Ну повлияют? Я думаю, уже влияют. Я думаю, что имеется в виду, что там в Европе правые силы потихонечку встают. Нет, уже влияют. Я чувствую в Кремле, вот, в Кремле испытывают чувство глубокого удовлетворения, я это вижу. И в связи с выборами Трампа, в какой мере это оправдается, это другой вопрос, но сейчас испытывают именно это чувство. Наш выиграл. Вот как ставят там на бегах, да, на какой-то жеребца там, который серого в яблоках. Вот, выиграл, всё, слава богу, наш. Как он даже себя проявит, посмотрим. Но сейчас это удовлетворение. Во Франции очень хорошие шансы у Франсуа Фийона. С Алантом последнее время не заладилось. С Фийоном хорошие отношения. В Германии будет посложнее, потому что хорошие шансы остаться у Меркель. Но, тем не менее, уже Штаты и Франция, это неплохо. А Австрия там тоже неправда. А мы, ну, Австрия, всё-таки, вот, если мы так же рассуждаем о литературных классиках, второстепенная, да. Пока не перевели в первостепенное. Но уже вроде бы ощущение, что наше берёт. Где наше берёт? Кого наше берёт? В Молдове наше берёт. Кого наше берёт? За что наше берёт? В Молдове. Непонятно. Но, потому что у нас главные проблемы, как вчера правильно отметил президент Путин, они внутренние. Они экономические. И Трамп будет, или Фион, или там будет Алланд, или Хиллари Клинтон. От этого нам не будет, в принципе, ни холодно, ни жарко, по большому счёту. Потому что все наши успехи, в том числе и на международной арене, зависят от наших успехов на арене внутренней. Если мы будем богаты, сильны и привлекательны, к нам будет одно отношение. Если мы будем бедны, непривлекательны, но при этом агрессивны, к нам будет другое отношение. И у Трампа в том числе, и у Фиона в том числе. Никуда не денутся. Потому что у нас мы привыкли ставить у главы угла личные отношения. Вот поглядели друг другу в глаза и что там увидели. Никто в глазки, по большому счёту, заглядывать не станет. Будут хлопать друг друга по плечу, а при этом делать то, что нужно будет делать. Потому что Трамп – президент США. Фион – президент Франции будет, если станет. И всё. Но, тем не менее, мы привыкли ориентироваться на какие-то успехи во внешней политике. И считается, что наши ставленники побеждают. Слава Богу. Ну, кстати, обратите внимание, в послании он там войну не объявлял. Он очень мало внимания уделил вообще международке. Поэтому послание было довольно такое, в общем, постненькое. И относительно скучненькое. По понятной причине оно весёлое, когда речь идёт о международных делах. Особенно, когда звенит металл. Потому что в прошлом году у нас спортились отношения со штатами резко. У нас была чуть ли не война с Эрдоганом. И поэтому у него голос звенел. Поэтому он говорил такие достаточно брутальные вещи. И это народу нравилось. Это народ заводит. Это звучит духоподъёмно. О внутриполитических и особенно экономических делах ничего весёлого и духоподъёмного сказать нельзя. Это ему и самому скучновато. Это и слушать скучновато. Ну, он же говорил там об успехах здравоохранения, образования, экономики даже. Понимаешь, говорить об успехах в Сирии можно. И если они там есть. И даже если их там нет. Потому что фига с два проверишь. Все ориентируются на картинку по телевизору. А успехи в здравоохранении, они, в общем, проверяются на собственном здоровье. Все здесь живём. Успехи в экономике проверяются в магазине. Успехи в здравоохранении проверяются в поликлинике районной. Поэтому здесь тоже, особенно мозги-то, мозги-то не вкрутишь. Здесь есть определённые ограничители. И это, поэтому об этом говорить не очень интересно. А успехи у нас в здравоохранении, так же, как и в экономике, сейчас сильно оставляют желать лучшего. Ну, вот опять же вопрос к тебе. Николай Карлович, вы услышали в речи Путина, каково ближайшее будущее России. Как будет расти жизненный уровень и качество жизни России? Ну, в очередной раз нам сказано, что к 25-му году достигнуть определённого прогресса. К 30-му, по-моему, поставлена задача выйти на темпы роста, превосходящие общемировые. Но я не понимаю, а на чём это основано? Есть какие-то основы у подобных пожеланий? Ну, а можно и к 20-му выйти? Ну, давайте. А можно, а можно к 50-му стать главной страной мира, кто проверит. До 50-го года никто из ныне людей, которые могут давать какие-то обещания, не доживут. 135 лет будет жить человек, как сказали американские учёные. Да, это бог, как говорится. Поэтому говорить-то можно всё, что угодно, и призывать к чему угодно. Ну, вот сегодня выступила, скажем, Ольвира Набиулина, глава Центробанка, которая сказала, что 1,5-2% экономический рост – это очень плохо, это гарантированное отставание. От глобального процесса развития. Но больше нам пока не снится в потенциале. Потому что для того, чтобы было больше, большие темпы развития, те, которые как раз ставят в качестве задачи президент Путин, нужны серьёзные реформы экономические. Пока реформ нет, и темпов не будет. А будет именно 1,5-2%. Причём она говорит, что у нас не произошла диверсификация экономики. То есть, иначе говоря, в переводе на человеческий язык у нас мы не слезли с нефтяной иглы. Значит, пока цены низкие – это плохо. А цены будут высокие, у нас тоже будет неравномерное развитие. И всё равно без экономических реформ мы никуда не сдвинемся. Вот честный, экспертный прогноз профессионала. Потому что президент, он всё-таки обращается к нации, и он должен нацию радовать. Он не к нации, а к федеральному собранию. Ну, реально к нации. Конечно, к федеральному собранию формально, реально к нации. И он там хорошо, и всё хорошо выглядит. И он должен нацию радовать. Он должен нации повышать настроение. А представитель Центробанка должен говорить правду. Вот она сказала правду. А вот этот вот пассаж по поводу борьбы с коррупцией, что не надо превращать её в шоу, это что такое? Как ты это понял? Я, честно говоря, это никак не понял. Потому что если речь идёт, скажем, о Боресте, министра федерального, или о Боресте губернатора, это что, тишком, что ли? Как ты можешь сделать тишком, молчком? А, ты думаешь, он имел в виду, что не надо, типа, афишировать? Да. Или что? Да. Ну, а как же это можно? Уже лучше пусть афишируют. Чем человека молча арестуют, посадят, и никто об этом не узнает. Куда делся министр? Только что был здесь. Куда делся? Неизвестно. Вот, поэтому здесь дело не в том, шоу из этого делать или нет. Конечно, арест федерального госслужащего такого уровня, это неизбежное шоу, разумеется, куда же деваться. И проблема не в том, шоу это или нет. Проблема в том, является ли это частью борьбы с коррупцией, или это не имеет никакого отношения к борьбе с коррупцией. Борьба с коррупцией отдельно идёт, или, скорее всего, не идёт, а арест Улюкаева отдельно, там как элемент борьбы между какими-то группировками экономическими, финансовыми, политическими, между башнями Кремля и так далее. Вот это действительно интересно. А насколько это публично становится известным, эта ситуация, ну, она неизбежно станет известной, человек громкий. Ещё вопрос от нашего слушателя, причём несколько наших слушателей об этом спрашивают, что вполне естественно, поскольку, да, это событие, и это персонаж исторический уже. Кем был для вас Фидель Кастро, революционер-романтик или кровавый тиран? И вообще ваше отношение к этому? Вы знаете, кровавые тираны очень часто в истории начинают как революционеры-романтики. Большевистские лидеры тоже вначале были революционеры-романтики, а потом стали кровавыми тиранами. Здесь точно то же самое. Вообще все так называемые вот эти вот революции социалистические, хотя когда Кастро брал власть, когда он накапливал силы там в горах Сьерра-Маэстро и отрачивал бороду, он ни о ком социализме не думал. Вот. Но потом, когда выяснилось, что от нас он получит больше, чем от штатов, революция превратилась в социалистическую. Но на самом деле она была тоталитарной, как и наша октябрьская, как и китайская 49-го года, также и кубинская 59-го года. Все подобного рода революции 20-го века, они были тоталитарными. Все превращались в тоталитарные. С бородами они были, курили они сигары, или они ходили во френчах, или в мешковатых серых костюмах. Это абсолютно неважно. В конечном счете это заканчивалось одним. Это заканчивалось нищетой, террором против собственного народа и зажимом любого свободного слова. Обратите внимание, что нынче, когда хоронили Кастро, на наших федеральных каналах его в основном представляли как действительно такого романтика. И говорили о том, что это выдающийся государственный деятель, настоящий борец за счастье народа. Он, несомненно, был выдающийся государственный деятель. Он очень долго держался у власти и ушел от нее сам уже, в общем, фактически по состоянию здоровья, оставив ее своему брату. Но о преступлениях никто не говорил. И, конечно, при том, что он, несомненно, был выдающийся, насчет свободы, которую он дал своему народу, и насчет того, что его примеру последовали другие, никто не последовал его примеру. Вот мы знаем, недавно пытался ее последовать примеру Венесуэлис Чавес, ныне покойный. И сейчас там лопать нечего в Венесуэле. Вообще нечего. Но здесь, по-моему, не лучше было. Здесь было не лучше, на Кубе было не лучше до тех пор, пока там не разрешили хождение валюты уже, по-моему, при Рауле. И поскольку у них у всех полно родственников в Штатах, то они там им присылают по 30-50 долларов там ежемесячно. И на эти деньги можно, цены там низкие, можно существовать. А так так можно. Ну, плюс там климат. Там радостный, совершенно благодатный климат, в отличие от наших широт. Там другая погода. И другой национальный характер. Очень позитивный национальный. Кстати, тоже это связано с климатом. Другой национальный характер. Они радостные, у них женщины очень красивые. Но в этом мы не уступаем. Но так или иначе, они такие позитивные ребята. Но теперь Кубу будут делить опять? Я думаю, что никто ее не будет делить. Она медленно... Как сфера влияет. Она медленно начнет отдрифовывать в соответствии с своим географическим положением. Америки. Ну, конечно. Ну, разумеется. Америка ближе и богаче. Мы дальше и беднее. Зачем им нужно? Куба далеко, Куба рядом. Куба рядом, да. Спасибо большое. Николай Сванец за программу «Особое мнение». Пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...